Казачество изначально, казаки это были профессиональные воины, которые стояли на южных рубежах Руси, защищали Русь. Помните, там Запорожская Сечь стояла. Русь отдавала своих сыновей, они туда в Запорожскую Сечь уезжали. И там, именно на этой Сечи, не было женщин вообще. Было запрещено им там появляться. Два вида образа жизни. В Запорожской Сечи, в самой, да? И в казачьих поселениях люди жили, естественно, на земле. То есть большие семьи были. Ели всю продукцию, сами выращивали. Все натуральное. Дети росли здоровые. Ели натуральную еду здоровую, полезную. Постоянно там мужчины занимались спортом. Вырастали настоящими воинами. А потом уже уходили в Сечь. Поэтому в нашем современном мире, конечно, в первую очередь, жизнь самого казака должна быть на земле. Если он хочет, чтобы у него были здоровые дети, здоровое потомство, здоровое питание. Свои продукты питания были. Ну и, естественно, заниматься детьми самому. Не отдавать их там ни в школы, ни в садики. Сейчас домашнее образование, оно приветствуется государством. Вот мы сейчас оформляем дальневосточный гектар. Будем создавать поселение, в котором будут у нас казачки. Правильно? Русские народные песни, которые поют. Танцуют русские народные танцы. То есть любой народ, он должен свою культуру соблюдать. Соблюдать.